По случаю переговоров в Москве на Киевском Евромайдане собрали новое вече. Как его участники отреагировали на результаты встречи Виктора Януковича и Владимира Путина, узнаем у корреспондента событий Александра Бондаренко. Александр, как восприняли новость? Добрый вечер. Прямо сейчас на сцене Майдана независимости выступают лидеры украинской оппозиции. Прямо сейчас выступает Арсений Яценюк и предыдущие выступающие Виталий Кличко и Олег Тегнебок говорили о том, что не знают, чем поступилась Украина в обмен на скидку на цену на газ и выделение такого кредита. Но в то же время они почти уверены, что речь идет о том, что Украина уступила чем-то, цитата, в национальных интересах. Их требования остаются, собственно говоря, неизменными. Лидеры оппозиции говорили о том, что нужно освободить, как они говорят, незаконно арестованных, наказать виновных и о том, что нужно проводить перевыборы. Виталий Кличко, когда выступал, сказал, что он вызывает так символически Виктора Януковича на ринг. А вот, что говорят люди о том, что они собираются делать дальше. Далее будем боротися за то, чтобы скинуть президента на долгу. Мы же не за митный союз и не за митный союз вступаем. Тут стоим. Мы взялись за политику. Буду стоять, буду ждать указаний Майдана, что делать. Буду поддерживать требования оппозиции. Я хочу, чтобы в нашей стране жилось более свободно. И нас не гоняли, как стадо баранев палками, туда, куда им захочется. Уже в следующем выпуске, в 22 часа, я надеюсь, мы сможем больше рассказать о реакции Майдана независимости на те документы, которые были подписаны в Москве. Прямо сейчас здесь много тысяч людей. Майдан независимости, как обычно, заполнен. Люди еще собираются. И не такая холодная погода, как была накануне. Сейчас, как показывает термометр, здесь плюс один градус. Спасибо Александру Бондаренко о том, как евроактивисты отреагировали на результаты переговоров в Москве.